Вот я сейчас тут сижу, хочу познакомиться с парнем. Но есть ли гарантии, что мне не напишет сотрудник спецслужб? Гарантии нет. Из-за фото с протеста в Тиндере Минчанку Александру Рыбчик будут судить. Девушке грозит до 4 лет лишения свободы. Социальные сети стали сейчас большим клондайком невероятного количества информации для любой страны. Не обязательно уже, как было по старинке в КГБ, печатать листовки, ходить ночью, клеить их на стену, маски в шляпе. Ты написал уже, все, у тебя уже есть состав преступления, особенно если это страна диктаторско-авторитарного типа правления. Еще один необычный метод вытягивания показаний — чат-рулетка. Житель Мозыря Юрий Комар притворяется украинцем и раскручивает пользователей видеочата на разговоры против белорусской власти. После его собеседников задерживают силовики. Тем временем администраторка протестных чатов Татьяна Курилина решила вернуться в Беларусь. И теперь ее судят по 12 уголовным статьям. Байпол сообщает, что с Татьяной вел романтическую переписку молодой человек, скорее всего, сотрудник спецслужб. Он и уговорил ее вернуться, пообещал решить все проблемы. Нам всегда очень приятно поговорить о ком, но про себя же. Особенно, если у нас не хватает внимания от окружающей к своей личности. То, конечно, очень хорошо, если можно поговорить о себе. А тут есть тот, кто вроде бы искренне заинтересован. Психолог напомнила о том, что в интернете появляется иллюзия анонимности. Часто провластные боты разводят людей в комментариях на эмоции. Отсюда и десятки уголовных дел за, например, оскорбление представителя власти под постами в телеграм-каналах. У силовиков есть инструменты, помогающие деанимировать аккаунт. Кроме технических, используют и психологические. Входят в доверие пользователя. Бывают, набиваются друзья липовые. Понятно, что создан профиль сотрудниками спецслужб. Он якобы вынашил такие же идеи, как ты. Вы с ним сходите, с ним общаетесь. Но это не быстро. Это рассчитано на месяцы работы. Степ-бай-степ человек втирается в доверие. В беседе сотрудник может вытягивать высказывания против власти, предложить участие в пикете. Вы даете ему честный ответ, он открывает дело и выполняет план по борьбе с врагами народа. Очень хорошо, если вы что-то говорите, думать, для чего вы это говорите. Это первый совет. Второй совет. Полезно это будет для вас или не полезно. Безопасно или небезопасно. Правила поведения, когда вам пишет незнакомец, похожи на рекомендации по разговору с мошенниками. Не вестись на манипуляции и провокации собеседника. Не раскрывать личную информацию. Отвечать на вопрос вопросом. А зачем это ему? Яна Шек, Белсат.